Заседание началось с острой проблемой Ульяновской области массового отравления напитком «Мистер Сидор», которое приобрело международные масштабы. Как отметил глава региона, несчастные случаи были зафиксированы не только в России, но и в Казахстане. Только в Ульяновской области выявлено 67 случаев отравления этим напитком. К сожалению, 21 человек скончался. Это большая тагедия для всех нас. На прошлой неделе я лично несколько раз навещал людей в больнице. Состояние у многих тяжелое. На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также проводятся профилактические мероприятия для предотвращения подобных случаев. По состоянию на 9 июня была проведена почти тысяча рейдов. Пострадавшим оказывается медицинская, юридическая и материальная помощь. Также на штабе подвели итоги весенней пассивной кампании. По подсолнечнику, сахарной свекле, картофелю и другим овощам план полностью выполнен. За последние пять лет хотелось бы отметить, что благодаря нашей программе поддержки сельхоз-таропроизводителей по обновлению машин тракторного парка мы видим буквально за четыре с половиной года мы уже приобрели дополнительные 2816 тысяч единиц. Буквально за первые полгода, Алексей Юрьевич, уже приобретено 308 единиц из хозяйственной техники. Кроме того, в регионе стартовала неделя цифровой экономики. До конца этого года в регионе подключат еще 25 базовых станций связи. Всего в этом году в эксплуатацию вводится 60 станций. Это позволит обеспечить сотовой связью и интернетом тысячи жителей региона, что жизненно важно в наше время. В рамках этой недели будет достаточно много мероприятий, а их в общей сложности более 220. И что радует, из них порядка 180 – это мероприятия муниципального уровня. Основной повесткой дня стала реализация потенциала детей и молодежи. Актуальной темой сейчас является трудоустройство выпускников вузов и СУЗов, которые в ближайшее время закончат обучение. 47% ребят уже определились. Это вот из того количества 10,5 тысяч выпускников определились с трудоустройством на территории региона. Порядка 30% ребят планируют продолжить обучение. Конечно, здесь наша задача сейчас – отработать с теми ребятами, кто на сегодняшний день с трудоустройством не определился. Процент не такой большой, это порядка 12%. Для них организовывается информационное сопровождение для связи с работодателями, в том числе и ярмарки вакансий. Кроме того, для раскрытия способностей молодого поколения в рамках нацпроекта «Культура» происходит снабжение оборудованием, ремонт и строительство детских школ искусств и училищ Ульяновской области. Главной целью проекта является доступность и посещаемость учреждений «Культура». По итогам первого полугодия прогнозируется достижение показателей свыше 70%. Поэтому есть уверенность, что плановый объем посещений в 2023 году будет выполнен. Обсудили на штабе по комплексному развитию региона и подготовку к Дню молодежи, который традиционно празднуется в последние выходные июня. На 24 и 25 июня в областном центре и малых населенных пунктах запланирована насыщенная праздничная программа, концерты, фестивали, мастер-классы и многое другое. Юлия Руднева, Геннадий Бухтояров, Уллправда.ТВ